Всем привет! Вы на канале Gward.UI. Сегодня будет довольно-таки необычный ролик у меня на канале, потому что Fofine прислала мне на обзор свою продукцию, и в данном случае это стрим-контроллер Fofine Apple Game D6. Я попользуюсь им уже две недели, и у меня сложилось некое впечатление, как хорошие, так и негативные. Поэтому давайте сейчас начнем с распаковки, посмотрим, что как к чему. Сразу хочу отдать должное Fofine. Посылка мне приехала за две недели из Китая, и это очень быстро на самом-то деле. Есть этот стрим-контроллер в трех цветах. Это черный, белый и розовый. В данном случае у меня он в черном. Коробка пришла бережно, потому что в прошлый раз, когда мне прислали наушники, коробка была очень помята. Ну, благо хотя бы сам продукт был целый. Итак, комплектация такова. Вот инструкция, она полезная, очень полезная. Мы ее почитаем, соответственно, когда-нибудь потом. Так, все бережно упаковано в поролон. Итак, вот сам стрим-контроллер. Сразу хочу сказать, качественная сборка, ничего не свистит, не лепит, не скрипит. Единственное что, то вот эти глянцевые кнопочки, они оставляют следы, прям очень оставляют следы. Сзади, соответственно, вход Type-C и кнопочка для включения RGB-подсветки и смены ее режимов. Кабель, я хочу отдать должное. Единственный минус, это то, что он не в оплетке. Но кабель USB Type-C Type-C и с переходником на USB-A. Это прям то, что доктор прописал. Итак, вот такой вот сам переходник. Вот он отключается, включается. И на самом деле я скажу, что это хороший переходничок, потому что, допустим, у меня входы USB-A закончились. Я вот буду использовать USB Type-C Type-C. Ну, давайте сейчас его включим. Итак, первое включение у нас вот такое. Сейчас, секундочку. О, вот, загорелось. Так как у меня никакого ОПО не установлено, у нас встречается, соответственно, вот такое вот logo Fafine. Вот. Сзади, соответственно, вот кнопочка для переключения RGB-подсветки, смены режимов и тому подобное, и отключение. Вот как-то так оно работает. Сейчас поклацаем немножечко. Для любителей RGB-подсветки это прям то, что доктор прописал. Мне, в принципе, все равно. Есть RGB-подсветка, нет ее. Ну, как-то так. Вот, выключили. Ну, что ж, давайте перейдем теперь к софту. Есть два способа, как установить программное обеспечение. Первый способ – это зайти на их официальный сайт и, соответственно, выбрать это устройство, зайти в раздел «Программное обеспечение» и скачать. И второй способ – это в инструкции есть прописанная ссылка, которую нужно вам ввести в своем браузере и, соответственно, так же само скачать это программное обеспечение, установить и все, и дальше пользоваться. Перейдем непосредственно к программе. Программа минималистична и интуитивно понятна. Перед нами находятся 15 программируемых клавиш. Также можем дополнительно создать несколько страниц, соответственно, загрузить на них какие-то пресеты, настроить эти кнопки и так далее, и так далее, и так далее. Справа от нас уже есть готовые плагины, которые мы тоже можем использовать, как мы хотим. Вот, давайте вместе с вами мы сейчас настроим, допустим, кнопку макроса. Вот, мы берем «Хаткей», соответственно, кликаем ее сюда. Здесь мы делаем команду «Контер-С» копировать. Сюда, соответственно, в другую клавишу мы вставляем другую комбинацию клавиш, это «Контер-В», то есть копировать, вставить. Мы можем здесь поменять, соответственно, иконку, то есть сейчас мы вот найдем иконку. Если что, есть библиотека иконок, можно свои иконки загружать. Ну, ладно, не суть. Так, ну, давайте какую картинку поставим. Ну, допустим, вот, копировать. Раз. Берем другую картинку. Два. Ну, по-моему, кстати, они наоборот должны быть, но не суть-то важны. Можем их также подписать там. Конт, ну, давайте. Ставка. Можем текст увеличить, чтобы было намного читабельнее на самом стрим-контроллере. А здесь напишем «Копировать». Также увеличим текст, чтобы мы могли читать ее. Вот так. Все. Мы клавишу настроили. Теперь при нажатии на стрим-контроллере, допустим, давайте мы что-нибудь сделаем. Давайте возьмем текстовый документ. Создадим его сейчас. Напишем текст, чтобы подремонстрировать, что работает. Итак, контроль. Выделяем. Нажимаем «Копировать». Нажимаем «Ставить». И все. Будет накопироваться. Также на эту кнопку мы можем перетянуть, соответственно, любую программу, которую мы хотим. Вот, допустим, давайте я перетяну сюда OBS. И, соответственно, при нажатии на эту клавишу на стрим-контроллере будет открываться OBS. Но он у меня уже запущен, соответственно, выдал ошибку. Давайте какую-то другую программу возьмем. Допустим, возьмем браузер. Перетянули браузер. Нажали кнопку. Соответственно, открылся браузер. Для того, чтобы программа работала с OBS, вам нужно сделать следующие настройки. Открываем OBS, сервис, настройки сервера WebSocket. Здесь ставим галочку «Напротив включить сервер WebSocket». И дальше всю информацию вы будете черпать отсюда. Показать сведения о подключении. Для чего это я вам говорю? Потому что, когда вы нажмете и поставите какую-либо кнопку, это нужно сделать один раз будет. Вот нажимаете здесь «State», «View Connection Information». Открываете ее. Здесь убиваете всю вашу информацию. Вся эта информация находится вот здесь. Показать сведения о подключении. Все, вбили всю эту информацию и все работает, все прекрасно. В этой программе также есть магазин. Находится он в левом верхнем углу экрана. Все там абсолютно бесплатно. Вы его, соответственно, открываете. Перед вами сразу показывается продукция от Forfine. Здесь уже есть готовые плагины. О них мы поговорим чуть-чуть позже. Есть готовые иконки. Есть туториалы. Помогает вам, соответственно, разобраться, как работает этот стрим-контроллер. И давайте поговорим сейчас немного по поводу плагинов. Что я хочу сказать по поводу плагинов. Большинство плагинов здесь устарели. Приведу вот к примеру. Вот есть YouTube Live. Смотрим. Последнее обновление было в 2023 году. Photoshop. Последнее обновление было в 2023 году. System Monitor. Последнее обновление было в 2023 году. Таких плагинов здесь большинство. И это на самом деле огромный-огромный минус. Такое складывается впечатление, что разработчики забили болт на разработку плагинов. Этого в действительности не хватает. Качественного софта. Качественных готовых плагинов. Давайте подведем итоги. Farfine D6 это реально достойный контроллер для стриминга и автоматизации задач. Особенно за свою цену. Он предлагает множество функций, удобную кастомизацию и простое подключение к UBS Studio. Но не обошлось и без минусов. Поэтому давайте сейчас плавно к этому перейдем. Плюсы. Доступная цена. В 3-4 раза дешевле, чем его аналоги. 15 настраиваемых кнопок с мини-дисплеями, RGB подсветка и эффекты, простое и понятное ПО, прямая поддержка UBS Studio через WebSocket, возможность запуска программ, макросов, медиа и горячих клавиш. Минусы. Для кого-то этот минус все-таки существенный. Это нет наклона подставки и для некоторых устройств лежит довольно-таки плоско. Как по мне, ну, не знаю, мне как бы это не помеха и мне это не мешало от слова совсем. Не заметил как бы здесь каких-то либо неудобств. ПО все еще не доработано. Не хватает все-таки гибкости и функций тоггл. Иногда возникает проблема при работе с UBS. Может выдавать иногда ошибку. Нет расширенной поддержки плагинов и сторонних интеграций. Требует обходных путей для управления системными функциями. Вот, например, включение-выключение Bluetooth. Какой я хочу сказать вывод в целом. Если ты начинающий стример, видеомейкер или просто хочешь оптимизировать свою работу, то Fafine D6 более чем оправдывает себя. Главное понимать его ограничения и уметь их обходить. В целом я не могу сказать, что мне это устройство кровь-износа необходимое. Я мог спокойно обойтись и без него. Ну, надеюсь этот обзор был для вас полезен. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи!